Здравствуйте! Декабристками принято называть женщин, которые подобно женам бунтовщиков, решившихся в XIX веке восстать против власти, готовы следовать за мужьями хоть на край света. Ольга Соколовская в журнале «Загадки истории», кстати, автор, который неоднократно обращается к биографиям великих женщин, исследует Жанну Бунину, которая завещала похоронить ее у мужа в ногах. Декабристки готовы жить интересами своих суженых, пока смерть не разлучит. Именно в этой категории женщин можно отнести Веру Николаевну Муромцеву Бунину, супругу великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина. Иван Бунин с детства был необычен, чувствителем, эмоционален, тонок, душевный, чрезвычайно одарен литературой. Но в то же время он, родившийся в 1870 году в Воронеже, в дворянской семье, имел и не совсем приятные черты. Был меланхоличен, желчен, деспотичен. Будущий писатель относился к категории людей, которые вечно пребывают в поиске абсолютно идеальной любви к совершенно идеальной женщине. И не найдя этого в реальной жизни раздражаются. Поначалу поиски идеала были безрезультатны. Корректор Варвара Пащенко бросила его ради помещика. А ведь Иван Алексеевич писал ей такие страстные письма. «Если бы ты была со мною, какими горячими и нежными ласками я доказал бы тебе это». Брак с красавицей гречанкой Анной Цакни тоже не принес ему счастья. Их единственный сын умер в раннем детстве. А супруга не вынесла тяжелого характера гения русской словесности. Бунин очень страдал от разрыва с женой. Давеча я лежал три часа в постели и рыдал, и кричал. После этого Иван Алексеевич страшился у заканивания отношений. А судьба тем временем уготовила ему настоящую встречу. В 1906 году в гостях у другого известного русского прозаика Бориса Зайцева Бунин познакомился с 25-летней Верой Николаевной Муровцевой. Вообще-то была уже вторая их встреча. Первый раз писатель не обратил внимания на юную веру. Мысли его занимали отношения с Анной. Чем же привлекла его внимание профессорская дочь Вера Муровцева? Все современники отмечают ее особенную, неяркую, аристократичную красоту. Светлые волнистые волосы, голубые глаза, тонкие, как у Мадонны, черты лица. Во время первого разговора Иван Алексеевич спросил ее о том, чем она занимается. Вера Николаевна ответила, что химии. Кроме этой естественной науки Муровцева увлекалась изучением языков, переводами и современной пациентурой. Предложение, которое ей сделал писатель, по тем временам было чем-то вопиющим. Бунин, несмотря на то, что был официально свободен, предложил Вере совместную жизнь без регистрации брака. Гражданский брак тогда отнюдь не был обычным делом. Даже среди российской интеллектуальной элиты, которому принадлежали и Бунин, и Муровцева. Вера согласилась, не раздумывая. Она бросила учебу, чтобы отправиться в длительное, можно сказать, свадебное путешествие с человеком, которому, как показало время, Вера Николаевна была предана всегда. А времена они пережили самые разные. Отец Муровцев хоть и отпустил дочь странное совместное странствие с непонятным ему мужчиной, но переживал ужасно. А Вера Николаевна полюбила Бунина раз и навсегда. И все требования его были для нее прекрасны. И все желания его оказались выполнены. И все капризы и претензии считались нормой. Маршруты путешествий невенчанной пары были экзотичны. Египет, Тунис, Палестина. Влюбленные пребывали в гармонии. Ян, как звала Ивана Алексеевича Вера, не ожидал встретить такую покорность и жертвенность в образованной и красивой спутнице. К 1917 году Бунин был уже известен на всю Россию прозаиком. В семье царили мир и материальное благополучие. Революция разрушила все разом. Иван Алексеевич власть большевиков не принял категорически. А с мутным временем после Октябрьского переворота он написал очень едкие воспоминания окаянных дни. После двух лет жизни в Одессе пара переехала во Францию. В 1922 году они все-таки зарегистрировали брак. Жизнь была скромной, но не то чтобы совсем нищенской. Часть года Бунины проводили в Париже, часть в небольшом и довольно ветхом доме в Грассе на юге Франции. Вера Николаевна вступила в права законной жены обожаемого и боготворимого Яна. Но, как оказалось, ей было рано почивать на лаврах. Иван Алексеевич, как в воздухе, нуждался в восхищении и почитании молодых женщин. Муранцева столько сносила все его флирты в литературных кружах. В 1926 году грянул гром. Знакомый Бунина представил его на пляже 26-летней начинающей литераторши Галине Кузнецовой. Романтически настроенный Иван Алексеевич, по всей видимости, уже успел изрядно заскучать в обществе жены, которая смотрела на него, открыв рот, хотелось страсти. Кузнецова была не столь литературно одарена, сколь молода и миловидна, темноволосая, ладно сложенная, с живыми глазами. Он водил ее в рестораны, на танцы, ухаживал со всеми свойственными ему природным и наследственным аристократизмом. Иммигрантские круги сколыхнулись. Желчная и безжалостная предводительница русских литераторов Зинаида Гиппиус открыто третировала Кузнецову. Но общая атмосфера не помешала Галине переехать в городский дом Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и поселиться там на правах ученицы-писателя. Как восприняла, мягко говоря, пикантную ситуацию законная супруга великого русского писателя? С поистине христианским стоицизмом. Она делала вид, что так и должно быть. Что такого в том, что с ней под одной крышей и за счет ее мужа живет женщина, которая моложе Ивана Алексеевича на 30 лет. Позже Вера Николаевна простодушно заявляла. Я на ней никогда не изменял. Конечно, сегодня трудно говорить о том, существовали ли интимные отношения между Галиной и Буниным. Но для ущемления самолюбия законной супруги, которая прошла с писателем все трудности эмиграции, было вполне достаточно долгих ежедневных прогулок Ивана Алексеевича в Герморе вдвоем с Кузнецовой. Обе женщины вели дневники. Как оказалось, поначалу они друг друга, естественно, сильно раздражали. Но потом Вера начала воспринимать Галину как дочь. А Кузнецова писала, что если у Веры Николаевны хорошее настроение, то и ей хорошо. Над обоими женщинами как бы парил капризный, жесткий и чувствительный Иван Алексеевич. Вера Николаевна ловила все мельчайшие перемены в настроении Яна и потакала всеми его прикольнями. Ему казалось, что он смертельно болен, она в это верила. Он говорил, что в накновение навсегда оставила его, она тревожилась. Современники по-разному оценивали странную семью. Зинаида Гиппиус возмущалась наглостью Галины. Другой литератор Георгий Адамович считал, что Бунин ценил Муруцеву. За ее искреннюю верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. А вот поэт Владислав Ходосевич считал слепоту Веры Николаевны признаком недалекости. И всячески избегал общения с ней, считая ее дамой неумной и скучной. Гармонию разрушил роман Галины с женщиной по имени Марго Степун. Это стало для Булина полной неожиданностью. В 1933 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе. В Стокгольм за награду он приехал с обоими женщинами. Покупал и жене, и Галине вещи в дорогих магазинах. Вроде все были довольны. В 1934 году на виллу в Грасси переехала еще мужеподобная Марго Степун. Теперь в домике на юге Франции жили как бы две семьи. Вера Николаевна, как обычно, стала хранителем мира. Лишь бы Ян чувствовал себя счастливым и творимым. Когда до Бунина дошел истинный характер отношений Кузнецова и Степун, он пришел в бешенство. Переживал страшно и страстно, как умел один он. Из этих душевных мук родился лучший в его творчестве цикл рассказов «Темные аллеи». Сквозная тема, проходящая через все произведения цикла «Мучение мужчины из-за неразделенной любви к женщине». Только в 1942 году Кузнецова и Степун покинули дом Бунина. Вера Николаевна записала в дневнике, что Галина и вся история их жизни с ней были отлукавывала. Иван Алексеевич и Вера Николаевна прожили вместе еще 11 лет до смерти Бунина. Последние годы жизни писателя прошли опять в бедности. Он бездумно растратил премию. Характер Ивана Алексеевича стал еще хуже. Он теперь ненавидел весь мир и писал о своей нелюбви ко многим известным литераторам. Он изливал всю свою желчь на Веру Николаевну. Она слушала его, как обычно. Умер Бунин в 1953 году. Жена переживала его. Пережила его на 8 лет. Похоронили Веру Николаевну согласно ее завещанию в ногах мужа на кладбище Сен-Женебьев-де-Буа. Вот такая история жизни Бунина и его супруги Веры Николаевны. Не забудьте оставить свой комментарий и подписаться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!